Друзья, всем привет! С вами Никита Дилей и мы начинаем новую карьеру на нашем канале на карте Pleasant Welly версия 3 вроде как. Сегодня, друзья, у нас особо сильно работ много не будет. Сегодня, друзья, мы с вами ознакомимся с этой картой немножко подробнее, чем это было на подкасте. Я, честно говоря, до последнего момента думал, на какой карте начинать карьеру, на этой или на дарах Кавказа, но все-таки пришел к выводу, что именно на этой карте мы с вами начнем новую карьеру. Поэтому, друзья, давайте сначала пробежимся по настройкам, по которым я буду играть и вообще посмотрим, что это за карта. Центр этой карты сделан на основе стандартной карты Goldcrest Welly, так что всю вот эту вот местность можно, в принципе, оттуда узнать. Но карта немножко увеличена и добавлено много всякого-всякого. Здесь огромнейшее количество предприятий и заводов, мы немножко попозже посмотрим их список. Также карта сделана на основе скриптов из карты дары Кавказа. В общем-то, я сомневаюсь, что разработчики просили разрешения или что-то. Скорее всего, просто нагло стырили. Вот так вот выглядит карта. Есть у нас также меню для покупки заводов. Они здесь стоят не так дорого, как на дарах Кавказа. То есть 400 тысяч, 320, 250, 450 и так далее. Вот 650 топливный завод. В общем-то, не такие большие цены на самом деле. Из-за этого я решил, что мы будем играть на высокой сложности, дабы как-то более-менее интересно нам было развиваться. Полей на карте больших нету. Есть много маленьких, но некоторые из них можно объединять. Например, вот 35-е поле. Можно вполне объединить до 32-го и, скажем так, будет у нас большое поле. То же самое внизу карты. 66, 67, 68, 69 тоже просятся на объединение. Правда, они не в нашей собственности, поэтому этого пока что не будет. Так что миллионных урожаев мы здесь, друзья, с вами не увидим. Также есть у нас, друзья, здесь вот такое вот меню из даров Кавказа. В принципе, скрипты производства точно так же на них работают. И у нас есть 5 ферм. Райт Фарм, это вот та, на которой мы находимся. Здесь можно посмотреть, что у нас есть на складе. Вместимость бункера 3 миллиона литров. Также есть вот Кук Ферма, на которой тоже что-то есть. Эванс, Джонсонс, Робертс Ферма и Ален Ферма. Это что, 6 штук получается? Да, 6, а я сказал 5. Ну, в общем-то, их 6. Плюс у нас есть собственное хранилище на ЖД вокзале. Правда, где он находится, я пока что в душе не знаю. Но мы его еще найдем. Товары для ЖД вокзала, еще одно хранилище. Но здесь уже не зерновые хранятся, а то, что мы будем производить. Поддоны, так сказать. Продукты для ЖД вокзала, еще одно хранилище. Продукты 2, видимо, все. Да, здесь очень много всего производится. Производство ЖД станции, еще что-то тоже, короче, очень много всего. Я до конца сам не разобрался, и поэтому будем разбираться вместе с вами. Также есть склады для овец, для коров, для свиней. Склад компоста. Склад для обработки камня. И хранилище квадратных и круглых тюков. Также есть большое количество предприятий. В нашей собственности уже находится вот эта вот Когент лесная продукция, которая из щепы и угля может делать бумагу, из щепы и угля может делать смолу, и из щепы и угля может делать доски. Здесь мы сами включаем линию, поэтому сами выбираем, что будет производиться. Это, кстати, удобно. Также в нашем распоряжении завод по обработке камня, который из камня делает извести-известняк, карбонат кальция или гипс. И в нашем распоряжении еще находится производство пиццы. Я не знаю почему, но в общем-то оно есть. Из помидоров, сыра и пшеничной муки делается сырная птица. Помидоры, сыр, мука, пшеничная, лук, соус, ранч. Делается вегетарианская пицца. И помидоры, сыр, баранина, колбаса, бекон, говяжий фарш, пепперони и мука, пшеничная, мясная пицца. В общем-то это то, что есть у нас. Что мне нравится на этой карте, все заводы, ну вот как и на дырах Кавказа, но не все, но те, которые не надо строить, они работают. То есть мы можем приехать на них и что-либо там купить. Например, мы без проблем можем купить, например, мука пшеничная. Если мельница работает, а у нас ее нету и она нам нужна. Ну в общем-то можем ее купить. Ну и друзья, давайте пробежимся сейчас, посмотрим вообще какие у нас есть здесь предприятия. Пивоварня делает три вида пива. Я не буду называть все ингредиенты, потому что это займет очень много времени. Можете сами прочитать. В общем-то есть у нас пивоварня, которая три разных пива делает. Завод гипсокартона, который соответственно делает гипсокартон. Производство клея. Я думаю, вы понимаете, что делается в производстве клея. Производство водки. Три разных вида. Можно делать водочку без этого никуда. Шелл топлива, которое делает, как ни странно, топливо. Завод виски. Мебельная фабрика, которая занимается мебелью, брусом и ДСП. Консервный завод, который делает консервы. И очень странно, что просто консервы. Вот, кстати, с учетом того, что мы сейчас не можем загрузить ничего, скорее всего его нужно строить. Соответственно, цементный завод, который делает бетон, я не очень понимаю. Тут, скорее всего, перевод не очень правильный, но да ладно. Производство кристалл сталь, которое я не понимаю, что делает, но по крайней мере все покупает. Блака птица. Птичий корм делает. Пчелиные продукты. Мясокомбинат, который занимается вообще капец всем, наверное. Какая-то FM ткань. Сахарный завод. Супы. Это в баночках, которые делаются. Тут тоже разные. Еще одно производство супов. Я не знаю, это одно и то же или нет. Или просто очень большая менюшка. Переработка арахиса. Молокозавод. Соевое молоко. Хартланд хлеб какой-то непонятный. Завод Пепси. Остатки от которого это жидкий навоз. Ну, вы поняли. Завод чипсов, который три вида чипсов делает. Хлопья. Фабрика кетчупа. Соусы. Фабрика нарезки. Которые просто тупо режут все. Кстати, вот цена. Морковь они покупают по 500. А продают по 1800. То есть, это то, чем стоит заниматься. Мельница, разумеется. Куда ж без нее. И конопля. И хмель. Точек продаж, друзья. Здесь тоже очень много. Которые разные все покупают. Благо, можно на складе делать выборку по ценам. То есть, вот пшеницу нам надо куда-нибудь продать, например. Мы можем сделать выборку по ценам и посмотреть, где продается пшеница и сколько она стоит. Вот, например, пшеница лучше всего торгуется на южном железнодорожном заводе по 439 долларов. Или евро. Да, евро у нас стоит. Не важно. Есть также меню животных, которых у нас пока нет. И не знаю, будут ли, доберемся ли мы до них. Здесь также стандартные настройки. Случайные события в жизни фермера я включил, но я не знаю, будут ли они на этой карте. Ну и все остальное. В общем-то, стандартно все. Так что, изучать много чего впереди. Заниматься много чем. И, возможно, мы с вами все сделаем. Теперь же, друзья, давайте пробежимся по технике, которая у нас есть. Соответственно, она разбросана. Здесь на каждой ферме есть стартовый набор техники. То есть, вот на центральной нашей ферме, Райт Фарм, стоит уже комбайн. Все как по стандарту, в общем-то, у нас в начале игры на Голд Крест Велли. Стоит трактор с культиватором. Стоит трактор с тележкой. Можно, в принципе, попрыгать по ней, поперемещаться и пока что просто глянуть. Получается, на первой ферме у нас есть комбайн, трактор с культиватором, трактор с сейлкой и трактор с телегой. На второй ферме около 73-го поля у нас вот тоже есть трактор с телегой. Еще вот комбайн тоже стоит с жаткой для кукурузы. Здесь она у нас посеяна. Пикапчик есть, плуг, культиватор, сейлка и хреновина для уборки вот этого вот кукурузы на силос, который можно подцепить к трактору. Также есть трактор и фронтальный погрузчик, не интеллега. Кстати, вот все выкрашено в синий цвет, довольно прикольно. Также на этой ферме есть у нас силосные ямы, обычное хранилище. Здесь у нас хранилище дегистата, в общем-то, или продавать силос. Топливная бочка, чтобы сюда возить топливо и, соответственно, заправляться им оттуда. Точнее там, я так понимаю, просто хранилище топлива, да? А вот здесь у нас идет заправка топлива. Не знаю, надо разбираться. Ну и, соответственно, хранилище семян и удобрений. Здесь точно так же, как на дырах Кавказа, нельзя менять семена во время посева. То есть надо их выгрузить, выставить нужные и потом загружать. В общем-то, мне нравится эта система. Ну и здесь у нас есть еще вот небольшое такое поле. Даже два железная дорога. Кстати, на каждой ферме есть пункт выгрузки на железную дорогу. Здесь их всего три ветки, этих железной дороги. И, в общем-то, они так или иначе где-то допересекаются. Далее ферма, которая находится около 35-го поля. Соответственно, 35-е поле в наших владениях. Здесь растет горчичка сейчас. Ну и есть здесь еще поля, которые вот просятся на объединение, что называется. Точно такое же хранилище для семян, удобрений и топлива. Ну и ангары, которые выгружают технику. Они тоже на всех фермах есть. Силостные ямы и БГА. В общем-то, все везде стандартно. Техника на этом. На этой ферме у нас, как обычно, трактор с телегой. Плуг, комбайн, культиватор, сейлка и еще один трактор. В общем-то, тут все понятно. Далее ферма около 28-го поля. По-моему, именно о ней я не сказал в подкасте. В принципе, по хранилищам здесь все понятно. Есть у нас также 28-е поле, на котором растет проса. Именно здесь у нас находится хранилище вот тюков, как я погляжу. Есть еще хранилище воды. И второе хранилище тюков. Вот так вот. Значит, здесь рядом должен быть где-то... Да, вон он. Я вижу на карте коровник. Соответственно, есть одна силосная яма. Я не знаю, это у нас пункт приема чего. Не похоже немножко на обычный элеватор. Тут, я так понимаю, у нас производство корма идет. Корносмеситель. Трава, сила, солома. Возможно, здесь он просто хранится. С этим тоже разберемся. В общем-то, кук фарм. Здесь также трактор с телегой. Это разбрызгиватели, я так понимаю, дегистата или жидкого навоза. Культиватор есть. Сейлка, плуг, фронтальный погрузчик для трактора. Ну и комбайн еще должен быть, насколько я понимаю. Только хоть убейте, я не вижу комбайна здесь. Комбайн спрятан у нас в этом самом гараже. Вот, он, собственно, есть. С ним все хорошо. Теперь мы переносимся на ферму, которая находится около 52-го поля. 52-ое поле это лук. И ферма вообще рассчитана на производство силоса. Потому что здесь, а не, есть все-таки элеватор. Но этой ферме точно нет комбайна. Но зато здесь есть погрузчик, трактор, сенокосилка, фуражный прицеп для сбора этого всего. Он фронтальный погрузчик для трактора. Ну и, конечно же, силосные ямы и пункт продажи пиогаза. Кстати, насколько я понимаю, их тут два. И можно запилить маршрут. Один вот на трактор, например, который с этой стороны будет все это дело продавать. А другой вот с этой стороны на погрузчик, который будет во вторую яму скидывать. Они не будут пересекаться и все тогда у них будет хорошо. Вот так вот. Около 63-го поля есть еще одна ферма. Здесь все по стандарту. Все хранилища, ангары. Техника тоже стандартная. Только здесь есть еще для перевозки бревен хреновина. И маленький такой вот погрузчик. Видимо, она рассчитана немножко на лес, по мнению разработчиков. Соответственно, поле находится не совсем близко. Засеяно оно подсолнихами. Есть жатка для подсолнечника. Поэтому можно его уже собирать. Так что, друзья, вроде как все показал. И поэтому у меня, друзья, созрел вопрос. И мне очень хотелось бы услышать от вас на него ответ. Есть два варианта развития дальнейших событий. Мы занимаемся этими фермами всеми по отдельности. Пытаемся за шестью фермами сразу уследить. Оставляем технику, которая у нас есть для этого. И пытаемся там уже как-то по заводам ориентироваться на то, что у нас рядом находится. Или же другой вариант, друзья. Мы перевозим все урожаи в одно место. То есть вот у нас есть склады. Мы, например, грубо говоря, решаем, что мы около 35-го поля задерживаемся. Перевозим все вот это добро со всех ферм на 35-е поле. Перевозим туда всю технику. Точнее, всю технику мы продаем. Потому что пять маленьких комбайнов нам не надо будет. Мы продаем все поля, которые у нас есть. Оставляем только 35-е. У нас появляется куча денег, и мы развиваем одну ферму. Большую. И там будет, соответственно, топовая техника. Большие поля. Я не знаю, объединим, докупим поля. В общем-то, ну вот такой вот план есть. Так что, друзья, напишите. Вот это очень важно. Вот как вы напишите, так и будет. Поэтому, ну, в общем-то, очень хотелось бы услышать ваше мнение. Далее, друзья, давайте пробежимся по нескольким заводам. Просто посмотреть. Например, производство супов. Вот эта хреновина уже построена, и ее строить не надо. Соответственно, как вы видите, в баночках супы здесь делаются, и удобно написано, где они будут выгружаться. Выгружается все это в поддонах. Не таких, как на Свапа Агра, а как на Дары Кавказа. Соответственно, для поддонов здесь покупается полуприцепчик такой, типа продуктового. Боже, сколько здесь всего делается. Да, здесь у нас написано, что выгружать для конкретного супа. Здесь охренеть, сколько всего на самом деле. Я не знаю, где все это брать. Я не знаю, эти склады рабочие или просто бутафория гаражи. Ну, скорее просто бутафория, конечно. Но выглядит все довольно неплохо. Здесь все предприятия, в принципе, разные. Ну, или пытаются быть разными. Также есть вот железная дорога на предприятии, так что можно это все будет возить поездом. А это хорошо. Хорошо, далее завод чипсов, которого у нас нету, который нужно будет построить. Для того, чтобы его построить, нужно будет при... Так, монетка звенит. Да, здесь также есть монеты и золотые слитки, как на Голд Крест Уэлли и то и другое. Я так понимаю, если собрать все золотые слитки, мы получим лям. А если собрать все монеты, то, не знаю, мы за эти монеты будем заводы покупать. Посмотрим. Соответственно, сюда мы привозим ДСП, сталь, гипсокартон, доски и бетон или цемент. Тут, видимо, это одно и то же. И будет строительство завода. Вся хрень в том, что я не знаю, сколько нужно сюда этого всего привезти, чтобы завод построить. Но за строительство мы получаем какое-то золото. А, ну да, слиток золота, который мы продаем по бешеной цене. Вот, я нашел банк Мэпплфилд. 25 тысяч за тысячу литров золота он покупает. Ну, то есть, это очень много. Но там его совсем понты этого золота будут, поэтому сильно рассчитывать на какую-то премию мы не будем. Ну, в общем-то, вот такая награда за строительство будет. То есть, мы можем его построить еще до того, как купим и получим за это награду, если нам будет нечего делать. А потом мы можем его купить. А можем просто купить землю и потом построить. В общем-то, все в наших руках. Ну, наверное, по самым интересным я заводом еще пробегусь. Пробегусь. Это, конечно же, вискарик. Потому что все мы понимаем, здесь тоже где-то есть монетка. Меня, честно говоря, немножко бесит, когда вот оно пикает. И я не могу найти. Нашел. Вот, вода, соответственно. Сахарный тростник, груша или слива. Кукуруза. И получается вискарик. Вот так вот. Далее, конечно же, пивоварня. Без нее никуда. Здесь вот у нас выгружается пивас. Сюда мы привозим для разного пива разные культуры. Вода, клюква, рожь, фемель, ячмень, пшеница. Поддоны сюда надо. Блин, вот это плохая идея. Ну ладно, будем возить поддоны. В общем-то, пивоваренный завод у нас тоже здесь есть. И это вполне будет весело. Вон, уголь сюда надо. Кстати, где уголь брать? Я еще тоже не знаю. Надо разбираться совсем. Разбираться, кстати, особо-то сильно не надо будет. Здесь есть карьер. Точнее, даже два. Которые добывают уголь, песок, гравий и что-то еще. Короче, большая вот такая вот хреновина сделана. Она, кстати, санимирована. Когда будет работать, она тут все будет двигаться и выбирать откуда копать. Так что все нормально здесь. Так что уголь, я так понимаю, берется где-то тут. Стоит он копейки. Это не наш карьер. Нам придется платить, в общем-то, за то, что мы здесь добываем. Хотя вот есть хранилище этого всего. Да, вон два карьера. Еще один. Вот здесь руда и уголь у нас добывается. Прикольно, прикольно. Вот сахарный завод, кстати, надо будет строить. В принципе, строится он из того же самого, из чего строится и завод чипсов. Если мне память не изменяет, то тут заводы некоторые строятся из разных ингредиентов. То есть не только из ДСП стали гипсокартона, досок и бетона. Некоторые там могут из камня, там какого-нибудь из гравия, там нужен будет еще где-то что-то. Это не точно, но это так. У меня что-то в голове крутится, что это так и есть. А вот здесь вот я случайно нашел какую-то хреновину, которая будет добывать нам руду и золото. Ни хрена себе. Раньше ее здесь не было. Видимо, карта обновлялась с тех пор, как я последний раз на ней играл. Соответственно, смотрите, слева от нас здесь куча насыпана гравия. Его нужно именно просто брать. Отсюда он, по-моему, бесплатный. Возим это все дело вот сюда. Вот гравий засыпаем. Сюда заливаем водичку и на выходе у нас руда и золото. Оно там, видимо, как-то очищается и все будет круто. Блин, прикольно, раньше этого не было. Здесь также железная дорога. Можно этот гравий будет насыпать в поезд и возить большими партиями. Ну и, друзья, в любом случае, пока мы еще не решили, будем мы заниматься всеми фермами или только одной. У нас есть урожай, и его в любом случае надо будет убрать. Поэтому давайте запустим уборку на всех полях сразу. У нас есть чудо-курс-плей, поэтому сейчас мы, короче, замутим уборку. Все это будет временными маршрутами, пока впадло ими заниматься. Соответственно, вот этому товарищу мы генерируем маршрут на уборку. Поле номер 15. Рабочая ширина пускай будет 4,4. По кругу ему обязательно нужно будет пройтись хотя бы разик-ка два. Поэтому маршрутик мы пишем вот отсюда. Возврат на старт пускай будет нет. И с разворотом два раза ему пройтись обязательно. Ну и плюс, как обычно, мы же вручную начинаем всегда уборку-то. Поэтому и сейчас начнем мы это все дело вручную с ближайшей точки. Пускай работает. А вот этого товарища мы поставим, чтобы он убирал это все дело. Возил, точнее, на склад. Склад находится через дорогу. Я не знаю, надо выбрать какую-то точку и временный маршрутик запилить. Например, вот сюда он спокойно приедет. И пускай шурует на склад. Вот этих заборов, кстати, раньше здесь тоже не было. Ну да, карта трохи изменилась. Ну и вот так вот, пожалуй, мы это все сделаем. Сохранять этот маршрут мы пока что не будем. Ставим работу с комбайнами. Выбираем комбайн. И это будет вот этот комбайн 127 метров. И запускаем по маршруту с ближайшей точки. В общем-то, эти пацаны вроде как должны нормально вдвоем справиться. Далее у нас идет 73-е поле. Оно также у нас засеяно, созрело и все с ним хорошо. Здесь у нас стоит еще один комбайн. Поэтому ему мы говорим делать то же самое, что и тому. Разные полевые работы. Генерируем маршрут. У него тут жадко пошире. Поле 73 надо выбрать в списке. Ну и поворотная полоса два раза с разворотом. Как обычно, поставим его куда-нибудь на центр. В общем-то, генерируем ему маршрут. Открываем этот самый комбайн. Запускаем его сами. Первую проходочку для уверенности собираем сами. Точнее не проходочку, а стартуем первые две точки хотя бы проходим. И с ближайшей точки он поехал кататься. Ну и соответственно, к этому комбайну нужно поставить трактор. Поэтому я не буду цеплять это с фронтальной погрузчики. Вообще не люблю ими пользоваться. Не люблю с ними ездить. Соответственно, сюда должен без проблем добраться наш трактор. Поэтому едем выгружаться отсюда. И возвращаемся обратно же сюда. Соответственно, точно так же работа с комбайнами. Вручную и находим наш комбайн. Вот этот. 194 метра. Давайте, работайте. В 28 поле у нас также созрел урожай. Здесь у нас есть трактор и комбайн. Поэтому этих пацанов мы тоже поставим сейчас на уборку. Абсолютно тот же самый алгоритм. Разные полевые работы. Поле номер 28. 4,2 метра. Расположение старта. Все автоматически. И три прохода мы ему поставим с разворотом. Здесь сделать. Вручную, как обычно, запустим. И со следующей ближайшей точки запускаем. Пускай работает. Ну а в помощь к нему ставим наш трактор с телегой. Которому также запишем сейчас временный маршрутик на вывоз в бункер этого всего дела. В принципе, в эту точку он должен без проблем добраться. Начинаем отсюда запись маршрута. Ну и, например, сюда он пускай приезжает. Так что, товарищ, давай работай у нас вместе с комбайном, который находится в 190 метрах от тебя. Запускаем по маршруту. Эти пацаны тоже работают. 35-е поле. И здесь у нас еще один комбайн стоит. Так что поехали его поставим убираться. Этого товарища запускаем работать на поле. А помощь к нему пойдет вот этот трактор с тележкой. Здесь уже подлиннее чуть-чуть придется маршрутик писать. Потому что хранилища-то не прямо около поля находятся. И смотрите-ка, в чем прикол. Нам нельзя будет ехать через этот переезд, потому что он высыпет все сюда, когда будет ехать. Ну, по крайней мере, в ту сторону. Поэтому, допустим, у нас будет стартовая вот эта вот самая точка. Вполне нормальное место. Мы даже вот так вот сделали вполне нормально. Так что пока что пойдет. Он также будет работать с комбайнами. И выбираем ему вручную вот этот комбайн 100 метров. Для которого пускай работают. На 52-м поле у нас на лужайке растет трава. Но, честно говоря, сейчас вообще неохота запариваться с этим силосом и травкой. Поэтому это мы все дело оставляем просто в покое. Здесь пока ничего делать не будем. Ну и последняя ферма, которая у нас остается, это 63-е поле. Ему также надо поставить трактор на работу и комбайн в работу. Ну, мы сначала переместились в трактор, поэтому поставим сначала трактор. Противовес. Единственное, я, наверное, все-таки отцеплю. Он меня раздражает. Тут все с трактором просто. Вот вполне себе нормальная точка для старта. И сюда пускай возвращается. Работа с комбайном. И опять-таки находим в списке эту камину, которая близко находится. Вот она. Запускаем по маршруту и ставим в работу сам комбайн. А здесь мы даже не будем ставить поворотную полосу. Не знаю почему, но не хочу. Точно так же запускаем все это дело. И пошло работать. Да, тут узенькая жаточка, поэтому это все надолго, но пошло. Тем временем самое первое поле, которое мы поставили убираться, уже убралось. Тут осталась солома, но ее нечем убирать и хрен с ней на самом деле. Комбайн пока оставим просто вот здесь. А трактор снимем с маршрута и отвезем последнее высыпи. Здесь у нас 18 тысяч собралось. Да даже 10. Потому что уже было сколько-то там. 5-6 тысяч уже было. Понятно, урожай в общем-то ни о чем. Ну не то, чтобы прям ни о чем, но понятно все. Поле не вспахано, неудобрено было. Это нормально. Оставляем, соответственно, трактор здесь. А вот здесь мы не очень удобно, конечно, стали. Придется немножко отъехать назад. Потому что мешаем мы комбайну-то. А пока у нас идет уборка, я же забыл показать дополнительные культуры, которые здесь есть. Это у нас сорго-сорго. Поправьте меня в комментариях, честно не знаю, как читается правильно. Овес, рожь, горчица, проса, хлопок, кофе, лук, морковь, конопля, лаванда и арахис. А также клюква и рис. Для некоторых культур здесь специально техника завезена модовая. Например, лаванда убирается вот такой вот жаткой для силосоуборочного комбайна, которая к Big X 580 цепляется. Для арахиса, лука и прочего, и моркови, вот, например, свеклоуборочный комбайн, к нему можно цепануть специальную жатку, которая будет убирать все это дело. Тоже все модовое. Может быть и вот эти вот белорусики будут убирать лук, морковь, свеклу. Может они будут справляться, но, честно говоря, не особо хочется с ними париться. В общем-то, тут есть чем заниматься. Для поддонов у нас вот такой вот прицеп здесь завезли, который все возит в поддонах. 80 тысяч литров, в общем-то, культуру он в себе принимает. Для цемента вот такую хреновину тоже завезли сюда. В общем-то, много здесь всякой модовой техники, которые идут в паке с картой, грубо говоря. КОНЕЦ КОНЕЦ В общем-то, друзья, на этом мы с вами закончим. Там за кадром уже доуберутся эти все поля. Еще раз прошу, напишите, пожалуйста, в комментариях, как вы считаете будет интереснее играть. Заниматься и разрываться на 6 ферм сразу или все-таки упереться в одну, ну или хотя бы там в две, например. И еще, друзья, может быть не очень красиво, конечно, с моей стороны, но продолжение этой карьеры будет только в случае, если мы наберем минимум 50 лайков под этим видосом. Тогда мы продолжим. Так что все в ваших руках. В общем-то, в зависимости от ваших комментариев, я набросаю сценарий на эту карьеру, и там уже будет видно, чем мы будем заниматься. На этом все. Подписывайтесь на канал, если вы еще этого не сделали, чтобы не пропустить следующие серии. Подписывайтесь на лайв-канал, чтобы не пропускать стримы. Вступайте в группу ВКонтакте, чтобы у вас были все уведомления. Там есть замечательная кнопочка «Включить уведомления». Если вы ее нажмете, то вы не пропустите ни одного стрима. Вступайте в группу в Дискорд, точнее на канал Дискорд. Там мы общаемся, и там тоже по поводу стримов, в общем-то, обсуждения все есть, все интересно, все круто. Карта свопа Агро также у нас будет продолжаться. Пишите свои комментарии по поводу прохождения, ваши советы, ваше мнение. Все это будет очень интересно почитать. С вами был Никита Дилей, всем всего доброго, пока-пока.